Новая редакция Кодекса России, частично изменившая раздел охраны труда, вступила в силу в марте этого года. Теперь работодатели должны вести обязательный учет микротравм, выдавать своим сотрудникам средства индивидуальной защиты и предоставлять актуальную информацию об условиях и охране труда. Такие информационные кампании на территории нашего региона и города ведутся не только очно, путем бесед с сотрудниками. В сети интернет набирает популярность информационный проект охраны труда в Самаре, где публикуются все возможные изменения в законодательстве и обсуждается ряд вопросов, затрагивающих безопасность на производстве. Эффективный способ мы нашли взаимодействие с телекомпанией ГИС в программе «Город С. на Самарской среде» с ядом наливом. Периодически размещаем там информацию с представителями органов исполнительной власти, общественных структур. В частности, мы с профсоюзом Самарской области тоже проводили там интервью, беседу. Осуществление контроля за соблюдением норм и правил охраны труда на предприятиях региона и города – одна из основных задач профсоюзных организаций. В их обязанности входят повышение информационной работы в коллективах, разъяснение законодательных норм и, в случае необходимости, работа с каждым сотрудником отдельно. Совместно с профсоюзным активом специалисты службы охраны труда имеют право в любое время суток осматривать производственные, служебные и бытовые помещения организации, а также знакомиться с документами, которые касаются вопросов охраны труда. Там, где работают профсоюзы, там вопросы охраны труда решаются гораздо проще, а показатели защиты жизни и здоровья сотрудников гораздо выше. В настоящее время идет отработка на практике новых нормативно-правовых актов, и нашей задачей, как профсоюзов, является их корректировка в случае нарушения прав и интересов работников. Вопрос по охране труда на производствах стал не единственным на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В администрации города обсудили развитие улично-дорожной сети, оказание помощи образовательным организациям в муниципальных образованиях региона. Дополнительно рассмотрели работу комиссии в будущем году. В 2023-м планируют обсудить социально-экономическое развитие Самары и, традиционно, организацию летнего отдыха и занятости детей и подростков в период летних каникул. Все еще актуальным остается вопрос о санитарно-эпидемиологической ситуации в городском округе Самары. Важнейшим направлением работы комиссии является охрана труда и профилактика производственного травматизма, а также обязательными для рассмотрения являются вопросы, касающиеся занятости населения. В числе приоритетных вопросов перспективы развития и модернизации парка общественного транспорта – патриотическое воспитание, как средство формирования духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения, а также доступность и качество дошкольного образования. Ольга Павлова, Константин Головин. События.